А это вот Чернобыль. Судя по всему, это здание правительственной комиссии, а это здание СДТУ, предприятие диспетчерское телефонное управление. Ну, еще москвич милицейский. Конечно, правительственную комиссию надо мыть. Потому что в нее какие только люди не ходили. Мыли, естественно, для того, чтобы пыль смыть с дороги. А вот это вот неправильное действие. Лето было, весна была сухой, и когда произошла авария, то вот эта пыль, она лежала наверху. А когда ее стали поливать водой, сработал капиллярный эффект. И активность всю затянула в поры этих древесных конструкций. И особенно это видно на кирпиче, на шлакоблоках. А вообще-то бы пылесосом собрали бы, и все. Мыли тогда порошком SF2U. Это сульфидный порошок, который применялся в спецпрачечных. А это вот измеряет мощность дозы вблизи колодца. Принимается решение на измерение уровня загрязнения почвы этот колодец либо закрыть, либо разрешить им пользоваться. Ну вот, судя по тому, как пленкой он обнесен, видимо, здесь почва загрязнена. Были колодцы, которых воду можно было брать. Вот это 16 мая измерения 1986 года. Крыша 1,8 миллионгена в час была. Стало 0,75,1 миллионген. Ну, эффект налицо. Но активность вся опустилась вниз. Поскольку, смыв с крыши, упал туда же, куда и капли дождя падают. На дождевую канавку. Вот куры. А кошки в первое время ходили с лысыми лапами. Из-за чего? Из-за того, что были загрязнены территории. А кошка же ходит, не выбирая себе тропу. А ходит, где попало. И там, где высокий уровень был загрязнения, там шерсть вылезала. И лапы у кошек были, как правило, голые. Это БРДМ. Боевая разведывательная диверсионная машина. У нее сверху башенка небольшая. В ней пулемет должен стоять. А в данном случае на башне был просто накинут свинцовый колпак. Каждый водитель обеспечивал себя вот этим колпаком защитным. А листовой свинец лежал повсюду. И он, видимо, был собран со всего Советского Союза, свезен в эту зону. И он находился не только вблизи ЧАЭС, но и находился в самом Чернобыле. Особенно его много было в Араном. Этими машинами заставлена вся... Забыл, как называется деревня. Лубянка. Лубянка. Вот в Лубянке было организовано хранилище зараженной техники. Там очень много БРДМ, БМП и очень много ИМРов стояло. Туда же прилетели и совершили посадку вертолеты. Когда я привез через два года туда комиссию Верховного Совета, то Лубянка представляла зрелище убогое. С вертолетов были вынуты все блоки, и они напоминали потрошенную рыбу. Жалкое зрелище. Котенок бедный пьет из лужи. Да. Жаль, конечно, этого котенка. Здесь особый был грунт радиационно емкий. Радионуклиды проникли в почву на глубину в настоящее время где-то полметра, 70 сантиметров. Поэтому на поверхности практически излучения отсутствует. Вблизи корневой системы деревьев тоже отсутствует. Остался только активный материал в пределах годовых колец деревьев. Когда призывали солдат, то выбирали возраст где-то 30-40 лет из-за того, что у этого человека должна быть сформирована ячейка общества, семья, должны быть дети. И он считался менее продуктивным, нежели молодые люди. На дворе собаки нет, уже убито. Закрывайте, пожалуйста, фортку. Да, это хозяин написал. В надежде, что он еще вернется в Чернобыль. У стронция и цезия период полураспада 30 лет. Поэтому активность снизилась наполовину у этих нуклидов. Но основной радионуклид, который выпал в пределах 5-километровой зоны Чернобыльской АЭС, это плутоний. У него период полураспада порядка 10 тысяч лет. Но в основном снят грунт, увезен, вывезен с этой территории и захоронен где-то в траншеях. В основном на Буряковке. Сейчас Чернобыльская зона превратилась в курортную зону. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok